В середине 90-х Ольга Понизова Обрела популярность благодаря комедийной ленте «Все будет хорошо». Обаятельные актрисе прочили блестящую карьеру. И она действительно добилась успеха как в кинематографе, так и на театральной сцене. К сожалению, судьба уготовила этой замечательной женщине большое испытание, которое пережить очень трудно, а смириться невозможно. Ольга Валерьевна «Коренная москвичка». На свет появилась международный женский праздник 8 марта 1974 года. О своем отце актриса никогда не вспоминала, так как он ушел из семьи. На тот момент Ольга была совсем маленькой. Маме пришлось самой поднимать ее на ноги и младшего сына Дениса. В школе девочка не особо отличалась от своих сверстников. Сначала училась прилежно, но со временем к знаниям остыла. Девочка не понимала, зачем ей старательно изучать все предметы. Единственное, что она хотела изучать, это искусство. После окончания школы Ольга мечтала стать искусствоведом, но осуществить задуманное помешало новое увлечение. В старших классах она узнала о существовании киношколы и решила ее посетить. Творческая атмосфера настолько ее воодушевила, что о предыдущем увлечении она забыла. Перенимала опыт у наставницы Аллы Степановой. На достигнутом девушка не остановилась. И без труда поступила в легендарную щуку. Правда, и здесь примерной студенткой она не была. Обладая неуемным характером, она предпочла жить по велению настроения. Ольге Вальеревне посчастливилось принять участие в съемках советской картины Николая Александровича «Не сошлись характерами». На тот момент Понизовой едва исполнилось 15 лет. Спустя 4 года юные дарования утвердили на ведущую роль в драму «Грех. История страсти». По сценарию героиня Ольги влюблена в современного священника, которого замечательно сыграл Александр Абдулов. И все же настоящее слава и признание Понизова ощутила после выхода на экраны комедийной мелодрамы «Все будет хорошо». В основу ленты режиссер решил взять вечный сюжет о Золушке, но усложнил ее классическим любовным треугольником. Всего в кинокопилке талантливой актрисы насчитывается 18 работ. Особое место в творчестве Понизовой занимает драматический сериал «Две судьбы», премьера которого состоялась осенью 2002 года. На данный момент последняя роль актрисы – Тамара. В комедии «Ты всегда будешь со мной». После окончания училища Ольга Вальерьевна отдалилась от профессии. На то были личные причины. Но позже Сергей Проханов предложил являться в коллектив «Театр Луны». Немного позже перешла в столичный ТЮЗ. Играла в постановке «Трамвай желаний», которая была удостоена престижной награды «Хрустальная Турандот». Будучи студенткой, влюбилась в Андрея Челядинова. Вскоре пара сыграла свадьбу, и в 1995 году у них родился сын Никита. После этого актриса полностью посвятила себя семье. Но, несмотря на это, брак продлился всего пять лет. О своем муже Ольга Валерьевна никогда не говорила плохо. Бывшим супругам удалось мирно расстаться и сохранить дружеские отношения. Челядинов принимал участие в воспитании ребенка и оказывал материальную помощь. Сейчас он занимает должность генерального директора телекомпании «Русский экстрим». После развода актриса не пыталась устроить свою личную жизнь, так как не хотела травмировать сына. Никита стал смыслом ее жизни. Между ними всегда была неразрывная связь и близость. Однако по стопам мамы парень не пошел. Поступил в Академию народного хозяйства. В начале июля 2015 года Никита сдал сессию и решил со своей девушкой Златой поехать на дачу к однокласснику. К ним присоединились Александр Тихонов, друг детства, и подруга Златы Аэлита. Отправились в путь на спортивном автомобиле Саши. Перед этим закупили в магазине продукты и горячительные напитки. Ребята веселились до 4 часов утра. В какой-то момент Никите захотелось искупаться в бассейне. Когда прыгал в воду, задел бокал и поранил руку. Травма оказалась серьезной. Поэтому Александр посадил друга в машину, сказав всем, что сам отвезет Никиту в больницу. Злата просила подождать карету скорой помощи, но Тихонов ее не слушал. И сел за руль в нетрезвом состоянии. Позже инспектор ДПС в рапорте указал, что на 26-м километре автодороги Москва-Дубна произошло ДТП. Водитель Александр Тихонов не справился с управлением и совершил наезд на металлический отбойный брус. Вследствие этого Никита Челединов погиб, а Тихонов получил незначительные ушибы. После осмотра дежурный врач в карте сделал запись, что у Александра Тихонова обнаружен в крови алкоголь. Вот так вот нелепо оборвалась жизнь единственного сына Ольги Понизовой. 14 сентября Никите должно было исполниться всего 20 лет. Он планировал получить образование, жениться на Злате, построить карьеру. Александра Тихонова признали виновным, и суд принял решение. 3,5 года заключения в колонии, а также штраф – 60 тысяч рублей. Позже Андрей Челединов и Злата признавались, что на них было оказано давление близкими виновника автомобильной аварии. Отец же Тихонова утверждал, что его сын не виноват. Ольга Понизова с трудом пережила невосполнимую утрату. Замкнулась в себе, практически ни с кем не общается. По некоторым сведениям, актриса не живет в столичной квартире. Даже коллеги не знают ее местонахождение. Кто-то говорит, она ушла в монастырь, однако этому нет подтверждения. Продолжение следует...